Иркутяне не могут попасть к врачу. В поликлиниках по-новому стали работать терминалы для записи на прием. Но огромные очереди в регистратуру стали только больше. В ситуации разбиралась Лада Рыбакова. К врачу как к царю. Светлана Романовна добивается аудиенции с эндокринологом вторую неделю. Пришла к выводу. Монаршую особу увидеть наверняка проще. Для того, чтобы попасть к узкому специалисту, надо пройти 7 или 8 очередей. Это, я говорю, как матрешка. Первая матрешка – это терапевт, который он тут не нужен. Надо непосредственно идти сразу в регистратуру. Вторая матрешка – талончик. Третья матрешка – очередь в регистратуру. Четвертый – и, понимаете, в конце концов ты или сам выздоровеешь, или совсем отойдешь. Отойти нет ни в мир иной. От больницы в принципе может посоветовать терапевт. Узких специалистов на всех желающих все равно не хватит. Поэтому заветное направление от терапевта получают только те, кто сможет доказать, что действительно нуждается в помощи. Если это уролог, то мы говорим, что необходим анализ мочи. Если это кардиолог, значит там необходима кардиограмма. Если мы говорим о ревматологе, то хотелось бы, чтобы это были снимки суставов. Потому что врачи – это консультанты. Они не ведут прием, они оказывают консультацию. Экономить силу для выздоровления медики предлагают с помощью телефона и интернета. Но на практике оказывается – дистанционно записывают не ко всем, потому что направление не предъявишь. С самозаписью тоже проблема. Конечно, в очереди в регистратуру можно и не стоять, попробовать записаться через терминал. Но и здесь с некоторых пор есть нюансы. Сюда установили новую федеральную министерскую программу. И пользоваться ей крайне неудобно. Если раньше по статистике здесь тоже стояла очередь и записывались до 300 человек в день, то сегодня, как видите, очереди вообще нет. У меня по новой программе, которая, кстати, работает всего несколько дней, записаться получилось только с помощью замглавврача. Но талон терминал все равно не выдал. Медики утешают – программа будет совершенствоваться. Но сроки не называют, поэтому пациентам остается лишь надеяться, что сил и здоровья попасть на прием к врачу им все же хватит. Влад Рыбаков, Михаил Глызин, Новости по будням.